Всем привет, с вами AppleTM и пришло время ответить на ваши вопросы в 15 эпизоде вопрос-ответ от AppleTM. Давайте начнем. Яблок.ком это сайт, на котором мы с вами можем найти все самые новые новости из мира Apple. Посмотрите обзоры лучших и новых игр в App Store, также обзоры новой техники Apple. Яблок.ком, сайт, который держит на скурсе всего. 15 эпизод, вы меня давно просили его отснять, и вот наконец-таки я его снимаю. Эта рубрика уже давно перестала быть недельной, просто потому что эти видео снимаются очень долго, а именно вопрос-ответ вообще так очень долго снимается. И просто потому что вопросы встречаются зачастую одинаковые, я просто не хочу снимать, потому что отвечать на одно и то же, ну как-то не в кайф. Соответственно, пишите ваш вопрос, будем отбирать, ставьте пальцы вверх этому видео, ведь это много работы. И давайте перейдем к вопросам, сегодня вопросы из 14 эпизода, начнем с первого. Первый вопрос. После шкалататования про Zen скажи свое мнение о iPhone 5C, собираюсь купить свое первое яблочко. iPhone 5C это пластиковый iPhone, как iPhone 5, только в пластиковом корпусе, и соответственно мое отношение к iPhone 5C такое же, как и iPhone 5, исключительно положительное. Но выбирая между этими двумя телефонами, я бы брал iPhone 5, потому что там корпус из металла, а это ключевой фактор для меня, потому что я люблю металл, и поэтому я бы брал iPhone 5. Но с другой стороны, iPhone 5C это такой же iPhone 5, только в пластиковом корпусе, и соответственно отличное устройство, и можно его покупать и спокойно использовать. Следующий вопрос от сотников, Женя, 7B12, тормозит ли iOS 7 на iPod 5? Мпс, видео классное. Что касается iPod Touch 5 поколения, я его продал, теперь у меня iPhone 5s, распаковки, обзоры есть на канале, то есть переходите, смотрите, подписывайтесь на канал, и все такое. Что касается тормозит ли iOS 7 на iPod 5, нет, не тормозит. Когда у меня была iPod Touch 5 поколения, iOS 7 шла на нем как по маслу, а первая бета iOS 7.1 вообще влетала, как зараза. То есть, соответственно, все нормально, все отлично работает и не тормозит. Максим Русаков пишет, привет тем, когда выйдет iOS 7.04. iOS 7.04 уже вышла, если ты еще не обновился, зайди в настройки, перейди в основные, вкладка обновления ПО, и посмотри, по идее, тебе уже должно было прилететь обновление. Все вопросы, которые уже задавались, будем пропускать. Следующий вопрос от мистер Грин. Как ты думаешь, сколько лет iPad mini будет актуальным, поскольку вышел iPad mini 2? Я думаю, iPad mini будет актуальным еще долгое время, потому что iPad 2-го поколения, в котором стоит процессор A5, уже актуален 2 года. То есть, он еще будет актуальным, а процессор A5 стоит во многих устройствах Apple, и пока они все не выйдут из производства. iPad mini будет актуальным, а это может быть еще года 2, может быть даже 3, может быть 1,5. То есть, соответственно, ну, ориентируйся на 2 года, и в принципе, если у тебя iPad mini, то ты можешь не переживать, ведь обновления на последующей версии iOS будут. Следующий вопрос от Дарья Дзениш. Подскажи, что лучше выбрать, iPad Air или iPad mini 2? Вопрос интересный, что касается iPad Air и iPad mini 2, в них стоит абсолютно одинаковое железо, только экраны разные. Тут уже выбирать тебе, какой форм-фактор тебе ближе. Пойди, сходи в магазин, подержи в руках iPad Air, подержи в руках iPad mini 2 с ретиной, и выбери, что тебе удобнее. То есть, с другой стороны, знаешь, цена на iPad mini 2 ниже, чем на iPad Air. Если тебе удобнее маленький экран, то, конечно же, стоит брать iPad mini 2. Но если тебе более выгодно смотрится большой экран, то, соответственно, iPad Air. Далее, мистер Гвинн тоже задал вопрос, как думает, стоит ли iPad mini менять на iPad mini 2? Конечно, стоит, там ретина и экран четче, соответственно, железо лучше, и, конечно же, стоит менять на iPad mini 2, первый iPad mini. И Новиков не понял, как сделать значок яблока под папкой. У меня в твиттере прямо в нике есть этот значок, перейди на мой твиттер, скопируй этот значок и просто переименуй папку. Все. Егор Чепелев задает вопрос. Привет, Apple Тема, я хочу задать тебе вопрос, что брать, iPad 4 или iPad Air? Подскажи. iPad 4 стоит дешевле iPad Air, всего лишь на пару тысяч российских рублей или пару сотен гривен. Соответственно, я бы брал iPad Air, потому что там новое железо, новый корпус, и вообще этот iPad самый быстрый и самый крутой. То есть, разница в цене небольшая, поэтому iPad Air. Илья Клюков задает вопрос, как ты думаешь, выйдет ли Jailbreak iOS 7 в 2013 году? Классный канал, продолжай снимать. Спасибо тебе за комментарии. Jailbreak iOS 7 в 2013 году, я думаю, все-таки выйдет после релиза iOS 7.1. А он должен состояться примерно в декабре этого года. То есть, соответственно, может быть даже в декабре мы и увидим Jailbreak на iOS 7. Что касается моих видео по поводу Jailbreak на iOS 7, как только он выйдет, сразу же сниму. Есть даже уже видео про Jail на iOS 7. Там новости, переходи на канал и смотри. Самира Багирова пишет, что лучше купить iPhone 5S или 5C. Ты крут, продолжай в том же духе. Конечно же, iPhone 5S, потому что там металлический корпус, металлический корпус и металлический корпус. Далее Артем Дадукал, извиняюсь, если прочитал неправильно. Привет, как ты думаешь, что круче, iPad 4 или iPad 3? Конечно же, я думаю, что круче iPad Air. iPad 3 уже как бы про него можно забывать. А вот iPad 4, конечно же, он лучше, чем iPad 3, но лучше все-таки iPad Air. Следующий вопрос от Ники. Ссылка на YouTube. Что ты думаешь об этом? Давайте перейдем по ссылке, посмотрим, что у нас там. Official New Jailbreak iOS 7. То есть, это лохотрон. Чувак себе просто набил просмотр, потому что эта тема очень популярна. Что касается джела, он еще пока не вышел, и вот таким вот образом можно получить кирпич, если попробовать. То есть, не пробуйте, это все лохотрон. Даниил Маката задает вопрос. Привет, как ты думаешь покупать сейчас iPod Touch 5, какого цвета? Если ты хочешь познакомиться с iOS, то iPod Touch 5 поколения отличное устройство, чтобы познакомиться с iOS, нам пригласить ее на свидание, поговорить с ней о чем-то. То есть, iPod Touch это отличное решение. Что касается какого цвета, я люблю строгие цвета. Вот у меня iPhone 5S черного цвета, и, соответственно, iPod Touch был тоже черного цвета. И поэтому я бы брал черный. Ах, да, совсем забыл сказать, ничего не лагает, все идет отлично. Игры запускаются просто на ура, то есть iPod Touch 5 брать. Артем Вавричин пишет, как ты думаешь, стоит ли брать iPad Air как мобильное устройство, если есть iPad Mini? Я думаю, что, конечно, да, стоит брать iPad Air как мобильное устройство. iPad Air уменьшился по сравнению со своими предшественниками, уменьшилась вот эта вот рамка, и теперь его еще удобнее брать в одну руку. Я, в принципе, могу и свой iPad 3 взять в одну руку, но представляю, какая радостная жизнь у владельцев iPad Air. Он стал легче, он стал тоньше, он стал, как я сказал, уже меньше, и поэтому, да, его можно спокойно брать. Что касается iPad Mini против iPad Air, тут уже форм-фактор, что тебе ближе, большой экран или маленький экран. Но мой ответ, да, можно брать iPad Air как мобильное устройство. Алекс Голодников пишет, где ты заказал себе чехол на iPod Touch. Я думаю, ты спрашиваешь о чехле со Стивом Джобсом, это я заказывал в магазине iOK, сколько на этот магазин есть в описании к этому видео. Там ты можешь нанести себе на чехол любые рисунки. Стоит, в принципе, недорого. Apple ZB, скажи, пожалуйста, как снимать видео с экрана iPhone, у тебя хорошее видео, спасибо. Программа для захвата экрана iPhone называется Air Server на Windows, она, в принципе, есть и для Mac. Она такая, как и рефлектор, просто удобнее. Видео по эту программу есть на канале, напоминаю, называется Air Server. Даня Самофалов задает вопрос, а в России продают поддельные Apple iPad, например, в магазине Связной? В Связном их точно не продают, поддельных iPad'ов там точно нет. Что касается того, продают ли вообще поддельные Apple iPad, я думаю, да. В Китае есть только компании, которые шлепают эти iPad'ы с Android'ом, как ненормальные. Я думаю, что при желании можно найти поддельный iPad Air на Android. Валик Бум пишет, сильно ли ощущается разница в весе между iPhone 5s и iPod Touch 5. Спасибо тебе за твои видео. Конечно, ощущается, но не так уж сильно. iPod Touch легкий, iPhone 5s вообще легкий. Я его когда взял впервые в руки, я думал, что это макет. Ну, правда, iPhone 5s очень легкий телефон, и это первое время непривычно. Теперь я привык, и iPhone 5s, в принципе, не так уж и сильно ощущается по сравнению с iPod Touch 5. Dreams Come True пишет такой вопрос. Я знаю, что на iPhone'ах и iPad'ах можно спокойно заблокировать, разблокировать устройство, путем нажатия на механическую кнопку разблокировки вверху устройства. У меня Touch 5, и когда жму на эту кнопку, ничего не происходит, а должен блокироваться, разблокироваться экран. Что делать? Помоги. В общем, если у тебя эта кнопка не работает, которая блокирует и разблокирует устройство, то это, скорее всего, поломка. Или кнопка там запала, или просто какой-то там проводок отошел. Неси свой iPod Touch в сервисный центр, приготовься к тому, что, может быть, это обойдется в кругленькую сумму, и надейся, что просто запала кнопка. То есть, только сервис-центр решит эту проблему. Роман Завелевский за этот вопрос. Можешь подсказать, почему Smart Cover может перестать разблокировать устройство после открытия? Если что, у меня iPad 4, и люди, поднимите в топ, пожалуйста. Что касается Smart Cover и перестать разблокировать, я думаю, что такого вообще, по идее, не должно случаться. У меня мой Smart Cover с самой покупки iPad 3, а это уже прошло около двух лет. И, соответственно, все нормально работает, и ничего не происходит с этим Smart Cover и с магнитом, который находится вот здесь, в iPad. Я думаю, что если вы ковыриваете этот магнит из iPad или Smart Cover, то тогда да, а так, в принципе, ничего случаться не должно. Опять же, тут или замена Smart Cover, или с iPad в сервис-центр, если ни один Smart Cover не разблокирует устройство. То есть, я думаю, полетел магнит. Пасан О задает вопрос. Он, в принципе, очень длинный, поэтому я расскажу вкратце. Он себе купил iPhone 5, и была на нем шестая оси, и с батареей было все хорошо. Как только он поставил семерку, сразу начался быстрый расход батареи, буквально за 3-4 часа. При том, что он 3G не включает, то есть, связь 3G, геолокация выключена, и яркость почти на минимуме. Это просто баг оси, ты не переживай. Я думаю, Apple это исправит с выходом новых версий iOS 7. Что касается батареи, у меня на iPhone 5s, ну, в принципе, все хорошо. У меня iPhone держит около 6 часов нормальной такой активности. Если он будет просто лежать, я буду просто звонить, то, я думаю, он выдержит даже больше. То есть, это баг iOS 7, не переживай, с твоей батареей все хорошо. Алекс, за этот вопрос, подскажи, пожалуйста, что лучше взять? iPad mini 2, который скоро выйдет, или iPhone 5s? Стоит большой выбор, у меня не могу определиться, крутое видео, продолжай в том же духе. Спасибо за комментарий, я думаю, что ты должен выбрать сам. То есть, если тебе нужен планшет, ты хочешь мобильность, ты хочешь хороший планшет, который будет с тобой везде, то это iPad mini 2. Если тебе нужен телефон, ты не хочешь таскать с собой звонилку и iPad mini 2, например, то бери, конечно же, iPhone 5s, потому что это хороший телефон, отличный телефон, быстрый, мощный, ничего на нем не лагает, и все с ним нормально. То есть, если нужен телефон, бери iPhone 5s. Если нужен хороший планшет, который ты будешь носить с собой, iPad mini 2. Снова Leopard 2014. Вопрос таков. Почему, когда у меня долго горит фонарик на iPhone 4, телефон очень сильно греется? У тебя хорошее видео, спасибо. Греется телефон, потому что идет большая нагрузка на процессор, и поэтому происходит нагрев. Точно так же, когда ты играешь в тяжелые игры, происходит нагрузка на процессор, и процессор начинает нагреваться. Это нормально, и так и должно быть. Гарри Бехеттс задает вопрос. Привет, подскажи, как покупать приложение в App Store на Украине, через какие терминалы или как? Так, можно использовать программу WebMoney, она есть в App Store, там есть такая функция, как покупать iTunes Gift Cards. Просто оплачиваешь эту Gift Cards, она тебе приходит, ты вводишь код в своем аккаунте iTunes, и тебе начисляются деньги, за них ты можешь покупать игры и программы в App Store. Также совершенно спокойно можно в терминалах, там есть тоже такая функция, которая позволяет покупать эти самые iTunes Gift Cards, и точно так же просто вводишь этот код в iTunes, и тебе приходят деньги. То есть, просто. А на этом все, я ответил на все вопросы из 14 эпизода, вопрос-ответ от Apple темы, это был 15 эпизод, в следующем эпизоде начнем с этих вопросов, которые вы будете задавать под этим видео. На этом можем заканчивать, задавая свои вопросы, чтобы не было на что отвечать, вам было что смотреть, комментируя это видео, не забывая о Яблочках и о нашем информационном партнере Яблок.ком, подписывайся на канал, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok